Здравствуйте! Хочу сегодня представить обзор на такой лопатофон. Это турбопад 650. Короткие его характеристики. 6,5 дюймов IPS OGS экран. MTK 6589T с частотой 1,5 ГГц. Четырехъядерный процессор. За графику SGX 544. Видеоускоритель отвечает. 16 гигабайт внутренняя память. Экран здесь IPS Full HD 1920 на 1080. Android 4.2. Вот так выглядит сам смартфон. Давайте посмотрим, что у нас в коробке. Как выглядит коробка красного цвета. Здесь надписи турбопад. Здесь основные характеристики. Пятиточный мультитач. То, что я не сказал, фронтальная 3 мегапикселя камера и 13 мегапикселей. Вес его 267 грамм. Смотрим, что у нас внутри. Внутри у нас вторая пленка. То есть, одна уже наклеена на самом смартфоне. Смотрим, что у нас внутри. Здесь различная макулатура. Еще у нас в комплекте идут совсем простенькие наушники. Здесь есть кнопка ответа приема-вызова. С виду, конечно, затычки, но их сразу можно мусорное ведро выкинуть. Зарядная. Так, адаптер питания 1 ампер с выходом. Также в комплекте идет вторая батарея. Емкость 3150 мА. USB, microUSB шнурок. Такой довольно толстый. Давайте все это дело уберем. В комплекте у нас еще идет вот такой из кожезаменителя чехол. Тоже очень приятно. То есть, комплектация богатая, можно сказать. Две батареи, чехол, две пленки. Одна уже наклеена. Давайте вот сейчас смартфон сюда установим. И вот так все выглядит. Вот такие вырезы. Здесь у нас под стилус. Вот камера все есть. Конечно, вот все это массивно выглядит, но есть защита. Здесь у нас еще кармашки есть. Вот такой, типа накладки такой еще сзади. Смотрим сам смартфон. Давайте его пока включим. С лицевой стороны 6,5 дюйма IPS ОГС экрана. ОГС, конечно, не самого хорошего качества. Здесь у нас динамик разговорный, который мне пришлось увеличивать. То есть, в инженерном меню. Но все это дело поправимое. Здесь у нас датчики освещенности, приближения, фронтальная камера 3 мегапикселя, кнопка Home, типа того, что как в Самсунгах. Кнопки, сейчас посмотрим, назад. Вот они подсвечиваются. И меню. Подсветка тусклая. Пленка уже у меня здесь стоит. Немножечко скругленные края. Вот по краю идут. Здесь у нас под такой металл, как бы, ну все. Материал, конечно, пластик. По краю идет окантовка такая. Справа у нас кнопка включения и выключения. Слева регулировка громкости. В принципе, удобно все расположено. Три с половиной миллиметра джек сверху. Снизу микро-USB разъем. Ну и здесь видим, вот стилус у нас. Смотрим, что у нас сзади. Сзади что-то под карбон. Отпечатки пальцев собирает, конечно, но все стирается. Надпись TurboPad 13 мегапикселей камера. В принципе, такого среднего нормального качества. Это небольшая такая вспышка. Здесь у нас один динамик MediaPlay. Тут надпись. Это здесь просто декоративные отверстия. И здесь вот так стилус отвигает стилус. Не как в Самсунгах, конечно, ноты. Никто их еще не смог переплюнуть, как говорится. Смотрим, что у нас внутри. Давайте внутрь. Сейчас крышечку здесь откроем. Внутри у нас вот 3150 мА батарея. Так, имею сейчас. Смотрим. Вот у нас один динамик идет. 3D Sound надпись. Здесь у нас слот для microCD. Здесь у нас microSIM. Здесь miniSIM расположение. Не очень удобно. Вот для... Сейчас поставим microSIM карточку. То есть, в принципе, она вот подпружинивается, заходит хорошо. Но если у нас переходник, то здесь надо было сделать, конечно, вот так лучше. Тогда удобнее было бы вытаскивать. Или какой-то слот более открытый. То есть, когда с переходником вот эта рамка там зацепляется, проблематично все это дело вытаскивается. Или сделали бы 2 microSIM. Но аппарат у нас старый. Ну, 2012 или 2013 года выпуска. Здесь-то и 2013 год. Вот. Давайте все это дело сейчас закроем еще раз. Включим наш девайс. В руке лежит, в принципе, удобно. Сначала, конечно, это шок для кого-то 6,5 дюйма. Но уже попривок люди из Sony Z Ultra же как-то ходят. То есть, по габаритам они немного сопоставимы, наверное. Ну, давайте сейчас он у нас включится. И пока он включается, наверное, характеристики еще раз скажу его. Еще раз скажу. Четырехъядерный процессор 6589T. Четырехъядерный, полтора ГГц. PowerWare SGX544MP видеопроцессор. Размер у меня 1 ГБ. Есть еще варианты iNew i6000. Это в Китае, как они известны. Там уже 2 ГБ они идут. Ну, до сих пор на Алиэкспресс, на различных сайтах, наверное, продаются до сих пор. 36 или 32 ГБ, соответственно. И процессором тоже, по-моему, они отличаются, может быть. Так, еще у нас внутренние, хранилище уже сказал, две сим-карты. Можно программно включать, выключать 3G. То есть, не надо менять симки местами, если вам 3G нужен. Материалы бывают, то есть, корпуса. Ну, турбопад черного цвета. Есть еще и белого iNew i6000. Экран здесь TFT IPS UGS 4,45 дюйма 16,5 см. Разрешение Full HD 1920 на 1080. Мне кажется, то ли пленка так эффект дает, но не самого лучшего качества. Как бы тут не самые сочные такие краски. Плотность разрешения 440 ppi. Компаса нет. Окселевометр. Здесь есть датчик приближения освещения. Навигация GPS, AGPS, OTG. Мы это дело проверим, поддерживает он или нет. Вот я сейчас подсоединил OTG и сразу здесь все появилось. Вот внешний USB накопитель. Все у нас появилось. Ну, и по габаритам, потому что моделей много. 9,3 см примерно. И по длине у нас 17,4 см. Ну, все так и есть, как на FPD, так и по толщине у нас что выходит. По толщине где-то 9,5 см наверно. Сейчас вот здесь не видно. 9,5 см. Достаточно толстенький, можно сказать. Есть поддержка MayraCast. Ну, МХЛ здесь нет. Беспроводные Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и 3G. Вот, смотрим. Это у меня уже стоит Google Start. Лаунчер. Можно его сейчас отключить и посмотреть у нас. Давайте сейчас определятся симки. Что-то симка большая, скорее всего, не определяется иногда. Там что-то, наверное, со слотом, с этим. Вот, сейчас переставил. Здесь еще, как бы, минус, наверное, это светодиодного индикатора нет. Но все решается. Это Exposit Installer и Gravity Box и подсветка кнопок. То есть, у меня, как, они хоть и тускло светят, но все равно хоть видно, что какой-то пропущенный вызов и так далее. Ну, что-то у нас еще с гнездом со вторым. Получается, просто не дожал. Сейчас перезагрузимся еще раз. В таких аппаратах, конечно, очень важно. Допиливание, как бы сказать. Чтобы довести до совершенства. Чтобы пользователю было удобно пользоваться. Ну, это вот. Вот эти программы очень хорошие. Exposit Installer и Gravity Box. Как их устанавливать? Все есть в YouTube. На FPDA все можно скачать и установить. И различные настройки есть. Под себя можно настроить и лаунчер, и иконки. И поведение кнопок различных и так далее. Смотрим, так у нас выглядит выпадающее меню. Ну, это у меня Google Start. Очень удобно. Здесь иконки. Я уменьшил. Сейчас посмотрим, какой был у нас родной лаунчер. В общем, не суть важна, но родной лаунчер мне показался неудобным. Поэтому я установил Google Start. Давайте пройдемся по настройкам. Здесь есть управление сим-картами. Вот у меня тест, что здесь можно настроить. Цвет фона установить. Также голосовой вызов всегда спрашивать. Или по умолчанию установить какую-то сим-карту для звонков. Также, что у нас еще можно Wi-Fi и Bluetooth. Это различные сенсоры, то есть включить-выключить. Это перелистывание. То есть все это работает, но я считаю все это ненужной фигней. Может кому-то она нужна. То есть это как в S4. Так можно листать в галереи и так далее. Так что у нас еще есть. Вот мобильная сеть. Вот служба 3G. Включить-выключить можно. Вот сейчас выключено. То есть аппаратно можно здесь переключить 3G. И обязательно переставлять, то есть симку саму. Здесь у нас профиль звука. Так что у нас еще есть система для улучшения звуконаучных. Но я почему-то отключил ее. Мне показалось без нее как-то вроде бы как-то получше. Звук здесь, кстати, отличный. То есть и на FUPDA тоже об этом писали. Яркость в принципе хорошая. И автонастройка у нас есть, и минимальная. В принципе все здесь с этим хорошо. Ну то есть...